У социальных ученых есть дурная привычка. Они вцепятся в какое-нибудь слово и начинают его использовать без разбору, постоянно. Слово «фрейм» как раз в последние десятилетия постигла такая неприятная судьба. Его исследует кто угодно, от этологов до программистов. Более того, людям, которые используют одно и то же слово, кажется интуитивно, что они должны иметь в виду одну и ту же вещь, не хотят записать друг друга в союзники. А когда обнаруживают, что это сложно, потому что слово-то используется в разных смыслах, превращаются в непримиримых соперников. Слово «фрейм» в социологии постигла, например, такая же судьба. Оно используется в разных смыслах. Смыслы пытаются привязать к одной книге «фрейм-анализу» Гоффмана. Когда это не получается, люди разочаровываются в друг друге, ну и в Гоффмане попутно. По крайней мере, в трех смыслах это слово будет широко использоваться, и в текстах можно увидеть, как это происходит. «Фрейм» может использоваться как синоним для определения ситуации или какой-то референтной рамки. Например, когда два человека посмотрели один тот же выпуск новостей, и один сказал «ага, классовая борьба», а второй сказал «ага, геополитика» или «всемирный заговор». Вот это вот разновидность работы разных определений ситуации. Один и тот же набор стимулов приводит совершенно разным интерпретациям в зависимости от того, как для разных людей организована картина мира. Вторая тема, которая всплывает в связи с фрейм-анализом — это какие-то имплицитные переопределения ситуации. Когда, хотя они соглашаются, два человека соглашают, что видят одно и то же — свадьбу или выбор, или что-то еще, у одного из них эта картина привязана к совершенно другой модели, подлежащей модели, какой-то движущему механизму, который приводит его в действие. Для кого-то любовь — это война, для кого-то война — это любовь. Мы можем сказать, что вот это вот имплицитное переопределение, вложение своего личностного смысла — это тоже фрейм. И в литературе можно встретить и понимание такого свойства. Наконец, третья, которая, мне самонадеянно кажется, имел в виду Гоффман, а не имеет ни к тому, ни к другому никакого отношения или имеет весьма косвенное. Гоффман пишет о фреймах, непосредственно черпая основные идеи и свои более ранние работы о представлении себя другим и об исполнении социальных ролей. Представление себя другим он уподобляет всех людей актерам, говорит о том, что социальные роли исполняются так же, как исполняются театральные, и по этой причине считается зачинателем театральных метафор и театральных аналогий в описании социальной жизни. Гоффман, иронически возвращаясь и к самому себе, и к этому прочтению себя 15 лет спустя, скажет, что на самом деле в каком-то смысле актер — очень неудачная аналогия для человека повседневной жизни, но не потому, что актер играет ту роль, которая на самом деле ему не принадлежит, а мы играем те роли, которые объективно наши, а потому что актер всегда играет две роли. Он играет роль персонажа, и он играет роль актера. Каким-то странным образом ионы публика не встречают при этом больших затруднений. Две роли исполняются в один момент времени, но публика, сидящая в первом ряду, хорошо знает, что происходящее на сцене происходит с актером, а что происходит с персонажем. Сотрудник правоохранительных органов, который смотрит на концовку Гамлета, не бросается арестовывать заговорщиков и убийц, хотя предполагаем, что эта сцена реальна, он должен был бы это сделать. Врач, который сидит в том же самом первом ряду, хорошо отличает сердечные приступы и отравления, которые происходят с Гертрудой, от какого-нибудь несчастья, которое случилось с актером. Актеру он бросится оказывать первую помощь, Гертрудий не бросится оказывать первую помощь. Иногда, говорят, ошибки в театрах случаются, но случаются очень редко и в основном с маленькими детьми и дикарями, и обычно, если это театр, который фигурирует в каком-то фильме. А актер предстает перед нами как сущность, существующая на двух разных уровнях. Он одновременно персонаж и одновременно актер, который воплощает этого персонажа на сцене. Вместо простой или однослойной структуры он становится двуслойной структурой. Театр, таким образом, позволяет совмещать два эти слоя или два разные определения реальности, которые одинаково реальны, но реальны по-разному. Фрейм в концепции Гоффмана есть институциональная структура, которая позволяет людям воплощать такие многослойные структуры реальности или считывать и вести себя по отношению к ним правильно. Театральный фрейм позволяет зрителям знать, что происходит с актером, а что происходит с персонажем, когда заканчивается одно и когда начинается другое. Фрейм-анализ в этом смысле есть изучение небуквальности социальной жизни. Небуквальности, которая позволяет людям воспринимать что-то как значимое, но при этом не то, чем оно как будто является или чем оно могло бы показаться на первый взгляд. Для того, чтобы фрейм действовал, должна существовать первичная или непреобразованная активность, что-то такое, что мы воспринимаем как мир, каков он есть. Например, это сцена отравления или это поединок. Но когда он переносится на сцену, он сохраняет свои свойства поединка, но при этом превращается в поединок, как тот преобразован, Гоффман использует слово трансформирован или транспонирован, в некую иную активность. То есть он остается поединком, но это поединок, на этот раз театральный поединок, это поединок на театральной сцене. Для того, чтобы фрейм работал, нужно постоянное усилие всех сторон по расставлению маркеров. Вот это вот, например, звонок говорит нам, что сейчас на сцене началось представление. А театральная речь, отличающаяся от того, как тот же актер будет говорить о повседневной жизни, даже когда она имитирует речь о повседневной жизни в реалистическом театре, она, безусловно, не будет жить в повседневной жизни, когда актер начинает говорить так, понятно, что это актер. Когда интонации немного меняются и так, что даже никто не может сказать, в чем они, собственно, отличны, понятно, что это уже не актер, а персонаж. Концепция фреймов или фреймирования повседневной жизни, она предполагает, она предполагает, прежде всего, интерес к организации многослойности, к тому, как вот это вот маркирование, разметка производится и как многослойность сохраняется. Прочнее всего ее увидеть там, где речь или какая-то коммуникация воплощены в физически видимых знаках. Например, на бумаге фрейму будут соответствовать системы кавычек или системы скобок. Вот математическая скобка обозначает какое-то выражение, которое должно быть, которое надо обращаться не так, как если бы скобки не было, например, суммирование и умножение. Аналогично кавычка при передаче непрямой речи позволяет нам считывать, что фразу «а он мне говорит что-нибудь» это не то же самое, как «это что-нибудь», потому что это произнес кто-то, чья речь передается, а не тот, кто непосредственно эту речь передает. Там, где, возможно, одна ламинация, всегда, возможно, много ламинаций. Гофман называет это ламинациями по аналогии с слоями чего-нибудь прозрачного, что можно носить друг на друга. А помимо пьесы, которая происходит на сцене, может быть, пьеса в пьесе, которая происходит на сцене, а может быть, фильм об актерах, которые снимают Гамлета, где происходит пьеса в пьесе. Аналогично непрямая речь может строиться многослойно. А он мне говорит, она мне говорит... Это очень сложно считывается, конструкция становится очень неустойчивой, Но, как ни странно, хотя она не изящна, не экономична и всячески затруднительна для воспринимающего, ошибки случаются, на удивление, редко. Случаи, когда в театре действительно происходит какой-то сбой, они единичны. Даже когда специально театр, пьеса усилиями режиссера и автора направлена на то, чтобы сломать ожидания зрителей и, например, объединить их, чтобы вовлечь в спектакль, зрители, как правило, продолжают хорошо понимать, что от них требуется как от зрителей, а что более не требуется. А говорят, что в театрах старой закалки, старой школы, театрам запрещалось включать реплику «Пожар», а режиссерам запрещалось предлагать актерам, если оказалось в пьесе, каким-то образом ее озвучивать, чтобы, не дай бог, зрители не перепутали то, что обращено с ним как к зрителям, и то, что обращено к ним как к посетителям театра, и не побежали к выходу. Однако в реальности случаи, когда «Пожар» пьесе превратился в массовую панику и гибель людей, кажется, что совершенно анекдотично. Каким-то образом мы благополучно считываем и имеем дело с этой сложной многослойной структурой, которая окружает нас повседневно в любой передаче «Непрямой речи», в любых скобках, любых репликах или цитатах, которые фигурируют в нашем поведении, в игре, в розыгрыше, в мошенничестве. С этим мы встречаемся реже, или, по крайней мере, надеемся, что встречаемся реже. Но это тоже случай небуквальности, который сопровождает нас, угроза которого, по крайней мере, сопровождает нас каждый день. Часто считается, что фреймы каким-то образом характеризуют эпоху постмодерна. Было время, когда люди жили в буквальном мире, когда слова значили ровно то, что они значат, когда цитаты не посещали нас в произведениях искусства, самих произведений искусства было меньше, когда жизнь не моделировала искусство, а искусство моделировало жизни ничего больше, предположительно, когда это была такая эпоха. Хотя, чем больше мы изучаем историю культуры, тем больше видим, что всевозможные мета-трюки, основанные на искусственных, намеренных и очень высоко оцениваемых сломах обычных механизмов фреймирования, во всяком случае, очень древние. Говорят, что художники в античности уже получали особое удовольствие от того, что рисовали на картинах что-то такое, что зрителю полагалось принять не за часть картины, а за часть какого-то мира, который окружает эту картину, например, муху, которую зритель пытался согнать с нарисованного занавеса, который тоже был нарисован так искусственно, что зрителю полагалось пойти и попытаться его раздвинуть, чтобы увидеть окно. Античная живопись до наших времен дошла на удивление печально, к сожалению, очень мало, но вот средневековая, в современнике Ван Эйка мы обнаруживаем сплошь и рядом, как персонажи на картине кладут руку на рамку этой картины, и рука нарисована так, как если бы она из этой самой картины выходила. Барочная живопись вся практически об этих трюках. В этом смысле фреймы гораздо более универсальны, древние, сопровоздающие человеческую культуру на всех стадиях ее развития набора институтов, чем иногда принято думать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА